Добрый день! На библейский портал «Газегет» поступил вопрос. Откуда взялось зло? О зле, если вы запустите поисковик библейский, очень много вам придет ссылок. В книге «Бытия» говорится о том, что сказал змей жене «Нет, не умрете вы, но Бог сказал в тот день, когда вкусите, откроются глаза ваши и будете вы как боги, знающие добро и зло». Как альтернатива добру и зло. Сказал Господь Бог, вот Адам стал, как один из нас, зная добро и зло. Понимание грани вот этих вот берегов добра и зла делает человека богоподобным. Ну, откуда оно взялось? Оно ниоткуда не бралось. Откуда взялась тьма? Тьма появилась тогда, когда пропал свет. Если есть свет, то нет тьмы. Если нет света, поэтому тьмы как таковой нет. Нет такого вещества. Если свет — это есть вещество, да, которое состоит из измеряемых физическими приборами квантов, то тьму нельзя измерить. То же самое зло. Наличие зла — это отсутствие добра. Когда в людях оскудеет любовь, умножение беззакония приведет к этому. Вот когда умножается беззаконие и пропадает в людях любовь, и когда в сердцах пропадает добро, вокруг появляется зло. Вот. И зло — грех. Это не есть само по себе действие. Это есть результат. Результат оскудения. Грех как действо, он появляется только после того, как в сердце появляется зло. Оскудивает любовь, оскудевает любовь и сердце, и в мире появляется грех, в мире появляется зло. Поэтому, если вы хотите, чтобы вокруг было меньше зла, в вас должно быть больше добра. Продолжение следует... Продолжение следует...